Приветствую всех участников конференции. Меня зовут Алексей Шевченко. И сегодня я вам хотел бы рассказать про новую схему маршрутизации, которая появилась в Next.js 13-й версии. Перед этим немножко представлюсь чуть более подробно. Я работаю старшим фронтенд-разработчиком в компании SART. Там мы занимаемся широким спектром разработки программного обеспечения. То есть у нас есть и CV, и ML решения, и мобильная разработка, ну и, конечно же, веб-разработка, в которой, собственно, я и участвую. Основной стэк у меня разработки — это React, TypeScript и, собственно, Next.js. Специализируюсь я по большей части на MVP-разработки. То есть проекты мы делаем быстро, но достаточно качественно, чтобы клиенты к нам возвращались за их поддержкой. И за время моей работы уже успел принять участие в разработке 12 проектов тоже достаточно широкого профиля. В качестве предисловия хотелось бы вообще, в принципе, для тех, кто не знает, что такое Next.js, рассказать, что это. Если говорить очень грубо, то Next.js — это основанный на React-фреймворк, специализирующий на разработке SSR-приложений. SSR — это сервер-сайт-рендеринг, то есть возможность передачи пользователю уже сгенерированной HTML-разметки. Чтобы понять, ну, фреймворк — это очень популярный. Популярный он настолько, что в документации по React он теперь рекомендуется как решение для чего-то более сложного, чем одностраничное приложение или сайт-визитка, к примеру. И чтобы понять, зачем нам понадобился Next.js и как мы к нему пришли, нужно для начала понять, как у нас страницу рендерит сам React. По сути, здесь представлена небольшая схема, в которой клиент отправляет запрос на сервер, и сервер отправляет ему пустую, по сути, HTML-страницу, содержащую только основные теги, body, head, HTML, и ссылку на большой крупный бандл JS-кода, который клиент тут же перезапрашивает, получает, и после этого JS-код у нас полностью отвечает за то, чтобы отрисовать весь интерфейс на странице. В принципе, для некоторых решений все это подходит, все хорошо. Пока мы не касаемся SEO. То есть для поисковых роботов, для поисковиков Google, Яндекса и прочих, React-приложение представляет из себя белый лист, на котором ничего нет, поэтому нигде не ранжируется, никак в поисковой выдаче не участвует. Next же, в свою очередь, чуть-чуть меняет этот механизм, и теперь, когда пользователь запрашивает тот же самый сайт, Next на серверной стороне формирует первоначальный HTML-код, который необходим для отображения страницы со всеми данными, отправляет эту страницу, и также ссылку на JS-бандл, который теперь отвечает только за то, чтобы страница была интерактивна. То есть на этапе 4 у нас страница у пользователя уже отображена, но еще не интерактивна. После этого JS дозапрашивается, сервер его посылает, происходит регидрация, и страница полностью интерактивна. Здесь важно то, что, во-первых, мы разделили этап отображения и интерактивности страницы, тем самым решив проблему SEO, это раз, а во-вторых, просто банально ускорив загрузку страницы тем, что пользователь раньше увидит контент, чем если бы он использовал простое приложение на React. Естественно, помимо SSR у React есть куча других полезных фич, затрагивать я их здесь не буду, мы здесь все-таки больше про роутинг. В общем, Next хорошо, Next круто для разработки веб-приложений. Теперь перейдем к маршрутизации, но опять же перед тем, как перейти к основной теме, хотелось бы рассказать о том, как маршрутизация работала в 12-й версии, потому что некоторые решения перешли в 13-ю без изменений, а для некоторых нам важно понять, почему они вообще потребовались. Если говорить вкратце, то маршрутизация в Next.js всегда была в формате папок и файлов. То есть в корневой папке проекта Next.js создается папка Pages, которая соотносится с корневым, собственно, путем нашего веб-приложения, в которую мы должны положить файл Index.tsx, возвращающий валидный React-компонент, который будет отдаваться Next.js по корневому пути. Если мы хотим более сложную иерархию, то есть вложенный путь, мы создаем папку внутри Pages, называем ее, также в нее кладем Index.tsx, теперь у нас появляется путь Store, например. Если мы хотим динамический путь, то есть путь, у которого параметров мы заранее не знаем, мы оборачиваем название пути в квадратные скобки. На самом деле у меня здесь это названо ID, назвать это можно как угодно. Это просто ключевое слово, по которому мы затем в коде, используя встроенный Hooky Next.js, мы можем доставать этот параметр и использовать его для, например, получения данных с бэкэнда, для отображения конкретно этой страницы. То есть самые яркие примеры – это какие-нибудь карточки товаров, страницы блогов и так далее. То есть то, где мы заранее не знаем, они у нас заранее на сервере не существуют, они создаются в динамике. Также у нас есть так называемый catch-all сегмент, это когда мы к этой записи добавляем треисточие в начале, и теперь у нас такой сегмент ловит не только свой уровень вложенности, но и все уровни вложенности вниз, скажем так. И у нас ключевое слово из строки превращается в массив этих строк, где индекс массива соответствует как раз уровень вложенности относительно нашего catch-all сегмента. Ну и последнее, что у нас есть, это так называемый опциональный catch-all сегмент, он уже оборачивается в двойные скобки, и разница его вся от обычного в том, что теперь он захватывает, как бы он ждет, что придет параметр, но если параметр не приходит, это тоже работает, и он просто отображает, отрабатывает маршрут без параметра. На уровне вверх, если мы вернемся назад, можно сравнить, то есть здесь мы отплавливаем только store.1.2.3, store.1.2.3 reviews, например, а здесь к нам уже попадает и store. Это на самом деле очень редкий сценарий, но он все-таки есть. Также надо поговорить о том, как Next обрабатывает ошибки, которые он получает с сервера. По умолчанию Next позволяет быстро и просто обработать два вида ошибок. Это 404 и 500. Для них мы просто создаем в той же папке pages файлы с названием, соответственно, 404 и 500, помещаем в них какие-то наши кастомные красивые страничцы для обработки, и теперь Next отдает их, если ловит ошибку. Но если нам нужно поймать что-то, кроме этих двух статусов, начинаются уже проблемы, волшебство. Нам нужно залезать во встроенный элемент error Next, переписывать его поведение на то, чтобы он отлавливал статус-код и проверял, какой же это статус-код серверный или клиентский, и затем не забывать передавать этот компонент в страницу, на которой нам нужно отлавливать этот код. И там же не забывать этот компонент render. То есть это не самый уже простой механизм. Также в Next.js есть layout pattern. В 12-й версии он выглядел так, что у нас где-то в компонентах, уже не в pages лежит, какой-то компонент реакторский, который представляет из себя обертку. То есть это сам по себе layout, это некий кусок HTML-разметки, который для нас важен тем, чтобы он у нас сохранялся между переходами. Он был статичным. Ну, зачастую это, например, header, footer, sider и так далее. И чтобы это сделать в 12-й версии, мы клали это в components, а затем переписывая внутреннюю, опять же, логику компонента up у Next, можно уже заметить pattern, что если мы хотим что-то переписать, то мы делаем это через нюзнее подчеркивание. Мы изменяем поведение. Теперь у нас вот, например, для всех страниц отдается не сама страница components, а она оборачивается в layout. То есть это pattern для одной страницы. И он тут, в принципе, достаточно простой и хороший, его было, можно использовать. Но вот когда нам требуется несколько layout, и еще для нескольких страниц, например, у нас их теперь два, опять же начинаются вопросы и проблемы. Нам нужно переписывать логику поведения, добавлять туда функцию, которая нам будет либо получать результат этой же функции у страницы, либо просто возвращать страницу. И затем не забывать эту функцию писать в каждой из страниц, где нам нужно получить layout. При этом нам нужно layout вручную самим строить в иерархию, как мы хотим передать. При этом важно заметить, что если мы будем смотреть файловую, скажем так, структуру нашего проекта, мы никогда не догадаемся, есть ли у нас layout на странице store или нет. Ну и, конечно, если у нас система становится сложнее, layout становится еще больше и располагаться они должны в какой-то замудренной системе, которую нам придумали, например, дизайнеры. А если к вам еще в команду приходит новый человек, то очень быстро вы превращаетесь вот в эту парочку, где один из вас объясняет, как же это все взаимосвязано, а второй ничего не понимает. Теперь же мы перейдем к тому, что же у нас поменялось в Next.js в плане механизмов маршрутизации. Первое, самое глобальное, самое основное изменение, теперь у нас не pages и не индекс, а у нас теперь app и page.tsx, то есть теперь папка называется app, а чтобы она корректно отдавала страницу, страница должна называться page. В принципе, изменения очень кардинальные, я понимаю, но очень важные. Но это не все. Теперь у нас изменилась работа также и с layout. В 13 версии теперь мы можем создать файл, назвать его layout, и в этот файл поместить компонент, который, так же как и обычный реакторский компонент, в качестве props может принимать props children, то есть контент, который ему передастся в composition API. Также обернуть все, как нам надо, хедерами, сайдерами и футерами. И на этом все. То есть теперь Next сам при билде будет понимать, что конкретно эту страницу ему нужно обернуть в этот layout, оставив пэдж-контент. Для нескольких страниц теперь все работает абсолютно так же. Мы просто кладем еще один файл layout, в него кладем тот layout, который нам нужен, и мы получаем опять поведение, где на основной странице у нас основной layout, а на вложенной основной плюс вторичный. То есть опять же теперь мы видим, что у нас не просто страница, а страница, использующая какой-то layout. У нас есть файл, который называется layout, и мы сразу на это обращаем внимание. И точно так же, естественно, я бы мог здесь приводить примеры и далее, и далее, систем вложенности, но сам факт того, что, во-первых, layout теперь не знают друг о друге, это просто отдельный React-компонент, цель которых просто вывести разметку, что значительно упростило этот механизм. Также появились error components. Они у нас работают по схожему принципу, только файл теперь называется error, и туда мы должны передать компонент немного усложненного толка, потому что, во-первых, мы должны обозначить, что этот компонент у нас клиентский, так как 13-я версия работает уже на 18-м React, она понимает разделение на серверные клиентские компоненты, и в случае с error он обязательно должен быть клиентским, иначе Next будет ругаться. И на вход он принимает два пропса, первый из которых это, собственно, объект ошибки, а второй это специальная функция reset, которая позволяет просто перезапустить ту часть приложения, в которой эта ошибка вызвалась. И здесь уже мы можем, здесь я просто привел пример вывода в консоль, но мы точно так же можем проверять статус-коды, все, что мы хотим, при этом у нас этот компонент отдельно от страницы лежит, и мы видим, что он у нас имеется. То есть, например, пользователь по взаимодействию со страницей ошибку словил, получил error-компонент. Важно обратить внимание, что layout при этом не трогается, он остается статичным, интерактивным, и мы как бы отлавливаем ошибку на уровне компонента, а не приложения. Также, собственно, под капотом Next, он, по сути, преобразует вот эту файловую структуру вот в такой GSX дерево, где заменяет error на встроенный в React компонент error-boundary, где фоллбэком, собственно, является наш компонент, код, который мы написали внутри error. Заметим, что этот код мы не пишем, это просто как бы пример того, как это преобразуется в Next. Собственно, из примечаний, как я уже сказал, то, что все верхние уровни layouts при этом остаются интерактивными, то есть мы можем точно так же переходить по ссылкам там в каком-нибудь хедере, ошибка будет просто на уровне компонента. Вот. И далее мы переходим к тому, что же у нас именно нового появилось на GGS. То есть до этого я осветил то, что поменялось, теперь то, что у нас радикально новое. И первое — это template components. Вы, возможно, уже уловили паттерн новый в 13-м, что мы теперь создаем файлы и правильно их называем. И template мы делаем точно так же. Мы создаем файл с названием template. И он на самом деле по внешнему виду очень схож с layout. И по принципу он тоже схож. Он точно так же оборачивается с помощью Next, оборачивает его вокруг контента страницы, но нам важно понять, чем же он отличается от layout. И для этого я привел пример, если мы создаем одновременно и layout, и template, и в оба из них мы помещаем компонент. Компонент простейший. Простейший, вся его цель — вывести в console.log надпись render it, как только он срендерился первый раз. То есть, по сути, замена компонент did mount. И потом посмотреть, что происходит, когда мы начинаем переходить по ссылкам. И мы видим, что layout, его принцип в том, что при переходе между страницами он не изменяет своего состояния. Он срендерился один раз, и он статичен. При этом template меняется каждый раз. Даже когда мы возвращаемся на тот же маршрут, на котором мы уже были, в нем каждый раз срабатывают все use-эффекты, сбрасывается state. То есть, это чистый ререндеринг. Для чего это может понадобиться? Ну, например, для отслеживания переходов по страницам. То есть, layout в этом плане не поможет, а template поможет. В принципе, нам не обязательно в layout помещать, скажем, видимый HTML-код. Он часто используется для оборачивания различными провайдерами, стилевыми обертками и прочего. Поэтому здесь нужно понимать, где надо применить layout, а где template. Собственно, совместно, если их применять, то Next выстраивает такую структуру, ну, аналогично, потому что template должен меняться при изменении page content, а layout меняться не должен. Поэтому они располагаются именно в таком порядке. Также к нам были добавлены loading components. Loading components, опять же, мы создаем файл, называем его теперь loading, и помещаем внутрь него любой код, какой-нибудь красивый спиннер, чаще всего, который должен по нашей задумке отображаться на странице тогда, пока не будут загружены необходимые данные для ее, собственно, отображения. Ну, или пока не будет загружен весь код. И теперь у нас автоматически при запросе страницы сначала покажется спиннер, как только все данные получены будут, получится наш page content. Собственно, опять же, тут схоже с error components. Loading просто преобразуется в suspense элемент, который был добавлен уже, он не в 18-м, он был раньше, для lazy loading, и передает в качестве фолдбека то, что мы туда понаписали. Опять же, он это делает сам. Мы в этом участие не принимаем. Ну, и, конечно же, error и loading components прекрасно работают вместе. То есть, если мы помещаем их одновременно в страницу, мы получаем на выходе, во-первых, вот такое вот сочетание элементов, правильное, а во-вторых, достаточно сложное поведение страницы, при этом кода, который бы реализовал это поведение, мы не пишем, это все делается автоматически. Тем самым у нас loading components, что важно, также не блокируют навигацию, то есть все верхние уровни layouts остаются интерактивными, и, собственно, lazy loading у нас теперь получается просто, как сказать, при создании файла. Далее же мы переходим, собственно, к маршрутизации как таковой. И первая новая концепция, которая была добавлена в 13-м Next-е, это групповые маршруты, group routes. И начнем мы с примера. Предположим, что у нас есть вот такая схема маршрутов. Мы захотели объединить маршруты для логина и регистрации в одну группу, поэтому мы их поместили в папочку out и хотим сделать layout, который бы у нас был и на той странице, и на той. Но мы не мудрство и лукаво, зная, что мы можем поместить layout внутрь, мы его помещаем. Next это все сбилдит, все будет работать, layout появится, у нас будет 3 маршрута. которые обрабатываются. Корневой, outlogin и outregister. Все в принципе хорошо, но по правилам хорошего тона, если у вас есть вложенность маршрута, то значит пользователь может попробовать по этой вложенности подняться вверх. А у нас, если он запросит маршрут out, он получит 404 ошибку. Мы туда никакого обработчика не помещали. Но мы очень хотим layout, поэтому мы возвращаемся, помещаем туда обработчик, пишем в компонент этого обработчика код, нам не нужно никакого контента отдавать, мы просто делаем редирект на логин, чтобы у нас это работало. Можем это сделать middleware, это не суть важно, важно, что нам надо писать код, чтобы пользователь не ходил у нас по ненужным маршрутам. И теперь у нас 4 маршрута обрабатываются, все хорошо, мы layout добавили, но как будто мы сделали слишком много действий для того, чтобы просто добавить layout для двух страниц. И тут нам как раз на помощь приходят новые групповые рауты. На самом деле, все, что нам нужно сделать, это поместить наш маршрут в круглые скобки, тем самым обозначая его групповым. И теперь его поведение таково, что при билде этот маршрут не будет учитываться в иерархии маршрутов. То есть на выходе мы получим одноуровневые маршруты, при этом вся логика работы с компонентами loading, error, templates и так далее, она вся остается. И тем самым мы довольны фронтенд разработчик, который написал мало кода, при этом получив результат. Собственно, так как групповые маршруты, они поддерживают любые вложенности. И здесь я, например, привел пример с моего текущего проекта на частичку, скажем так, роутинга, на котором, как мы видим, можно вкладывать групповые маршруты в групповые маршруты, внутрь групповых маршрутов помещать обычные маршруты, тем самым добиваясь того, что у нас появляются лейауты, которые есть, общие лейауты, есть лейауты, работающие только для страниц с формами и так далее, и так далее. И самое главное, что на выходе мы получаем стройную, красивую, одноуровневую систему маршрутов. Тем самым, в качестве вывода, могу сказать, что групповые маршруты обозначаются скобками, они не преобразовываются во вложенный маршрут после билда и поддерживают все механизмы вложенных компонентов. Идем дальше. Дальше у нас интереснее, это параллельные маршруты. Если кто-то из вас работал с ремиксом, то могу сразу сказать, что Next оттуда утянули саму идею. Что же такое параллельные маршруты? Мы опять возвращаемся к примеру и видим, что у нас есть два маршрута Invoices и Charts, но обозначены они через собачку. Внутри них компоненты, предположим, внутри Invoices некий лист, внутри Charts некие графики, это не важно. Но факт в том, что сейчас, если мы это сбилдим, маршрутов Charts и Invoices у нас не появятся. Точно так же, как с групповыми маршрутами, параллельные не становятся доступными но вот если мы создадим лейаут над ними, то у лейаута в пропсах появится возможность обращаться не просто к Children, а к так называемым слотам. Опять же, если здесь есть те, кто работал с View, им концепция именованных слотов должна быть знакома. И здесь ситуация та же. Теперь у нас есть возможность с помощью параллельных маршрутов отображать на странице как будто бы контент сразу нескольких страниц. То есть в данном случае мы получим, передаем пропс с Invoices и Charts и на компоненте выводим одновременно контент и Invoices и Charts. Зачем нам это может понадобиться? Во-первых, параллельные маршруты опять же поддерживают все новые механизмы обработки ошибок, загрузок, лейаутов и тем самым мы разделяем эти компоненты друг от друга. Они ничего друг от друга не знают, работают абсолютно независимо. И, например, если мы добавили им поведение загрузки, один из них может упасть в ошибку, другой загрузится. Это нормальное поведение, это в принципе то, чего мы хотим добиться. Также еще один из паттернов это то, что внутрь параллельных маршрутов мы можем поместить обычный маршрут. Если у нас там тот компонент, предположим, что это дэшборд, и мы добавляем отдельный маршрут, в котором этот дэшборд становится более детальным и показывает Invoices более подробно. И теперь мы можем, сделав ссылку внутри Invoices List, по обычному маршруту показывать контент двух страниц, а по переходу показывать более развернуто контент другой страницы. Ну и последний паттерн, который для параллельных маршрутов тоже полезен, это так называемое ограничение доступа к маршрутам. Это то, что мы можем пользователя не пускать по умолчанию на те маршруты, на которые мы не хотим. То есть мы создаем дэшборд, к примеру, у нас есть дэшборд и есть форма логина, на которой пользователь должен залогиниться, чтобы этот дэшборд увидеть. И в лэйауте мы пишем логику, в которой нам важно однозначно понять, залогинен пользователь или нет, и простым булевым выражением возвращаем либо дэшборд, либо логин. Здесь важно понимать, что Next он код дэшборда на клиент не отдаст, то есть несмотря на то, что тут он как бы в коде упоминается, запросит, он его не получит. И здесь тем самым мы ограничиваем передачу такой страницы. В принципе, достаточно просто и удобно. И здесь же я прошу заметить, что children мы не передаем вовсе. То есть это еще один из способов нам не обязательно в лэйаут возвращать именно контент страницы. Мы можем не возвращать ничего. Тем самым параллельные маршруты в форматах это имя собачка впереди, он также не преобразовывается во вложенные и доступен как props с вышестоящим лэйаут. Все остальное в принципе работает то же самое как с групповыми маршрутами. И последняя, самая интересная концепция, которая появилась в 13-м Next это так называемый перехватывающий маршруты. Начнем мы опять с примера. Предположим, у нас есть страница store, на которой у нас есть store page и линк, который переходит на страницу юзер. Чтобы этот линк работал, мы эту страницу юзер создаем и называем ее user page. А теперь мы внутри store создаем маршрут, в котором, как вы видите, в скобках с двумя точками также он называется юзер, и в него мы помещаем компонент user-in-store page. И вот теперь внимание вопрос. Если мы находясь на странице store, нажимаем на кнопку go to user, какой компонент у нас отобразится? Отобразится user-in-store page. Следующий вопрос. А если же мы перейдем на ссылку юзер не через линк, внутреннее приложение, а просто напрямую, что у нас тогда покажется? Тогда покажется user-page. И в этом вся суть перехватывающих маршрутов. То есть маршрут, в данном случае юзер, он перехватывает вызов маршрута основного внутри маршрута store и отображает компонент перехватывающих пути вместо основного. При этом если мы напрямую будем вызывать этот же маршрут, то все отобразится как есть. Для чего нам это может понадобиться? А, сначала правила обозначения. Правила обозначения на самом деле здесь совпадают опять же, так как мы работаем в файловой структуре, точно так же у нас и здесь как собственно относительные пути. Если мы хотим перехватить маршрут на том же уровне, что и перехватывающий, то мы с одной точкой, если на уровень выше с двумя, на два уровня выше мы добавляем скобки и так далее. И у нас есть возможность, если мы указываем три точки, то мы переходим на сегменты корневого каталога А. Так вот, для чего нам это нужно? В принципе, я сейчас тут расскажу про новый интересный механизм, который сочетает в себе использование перехватывающих маршрутов и параллельных. опять же есть пример некая новостная лента, где мы грузим фотографии и показываем фотографии в виде карточек с возможностью клика на них и перехода на отдельную страницу, выглядящая примерно как-то вот так. Напоминает какую-то социальную сеть, но называть ее нельзя, поэтому пойдем дальше. Добавим страницу обработки этих фотографий, где мы уже показываем не карточку, а что-то более подробное, description, например, выглядящий примерно вот так. И теперь у нас как бы есть стандартное в принципе для 12-го NXTAD и для браузеров поведения. То есть мы кликаем на карточку, на ссылку, переходим на отдельную страницу, где у нас другой контент. А теперь самое интересное, что мы можем сделать. Возвращаясь к нашему схеме, мы добавляем сначала параллельный маршрут model внутрь нашего fit. Внутрь маршрута model мы добавляем перехватывающий маршрут фото. Он уже на два уровня выше, поэтому мы его обозначаем именно так. Внутри этого маршрута мы повторяем структуру обработки маршрута для одиночного фото и внутрь помещаем код, который является model то есть это абсолютно спозиционированный например элемент, который располагается по центру экрана с бэкдропом например, который отображает опять же там description и саму фотографию. И в конце финальным штрихом мы добавляем layout к странице fit, в котором мы передаем саму страницу и контент этого параллельного маршрута. Что нам это дает? А дает нам это то, что теперь мы открываем модалку путем перехода по ссылке. То есть кликнув на карточку фото мы открываем модалку, потому что у нас идет перехват маршрута, который становится параллельным и рендерится одновременно с layout. при этом если мы передадим эту же ссылку через браузер или например через мессенджер, то откроется собственно детальная страница, как на той самой социальной сети, о которой мы не говорим и сделано. Вот. Тем самым в качестве вывода перехватывающий маршрут, формат его это точки внутри скобок относительно совпадающие с файловой структурой. Структура самого маршрута естественно должна совпадать с тем, которые она перехватывает и в сочетании с параллельными маршрутами позволяет создавать удобные системы модальных окон. Я еще не сказал упустил, что здесь вот здесь чтобы закрыть эту модалку мы можем использовать например кнопку назад в браузере. То есть у нас теперь управление видимостью модального окна полностью переложено на навигацию. Вот. Ну и в качестве итогов хотелось бы подвести так рассказать о преимуществах того перехода именно на 13 версию. И первое преимущество это упрощенная работа с сложными layouts. Я напомню как у нас было где мы писали функции добавляли это все внутрь страниц не забывали это все сочетать и как у нас теперь у нас просто отдельные React компоненты которые где-то лежат названы layout и мы знаем видим что они есть и что они сочетаются. У нас удобная работа с обработкой ошибкой динамической загрузкой компонентов как раз за счет ново появившихся компонентов loading и error. И у нас есть теперь продвинутые механизмы маршрутизации то есть помимо динамических маршрутов и различных качел сегментов у нас есть параллельные и перехватывающие маршруты и групповые. Также эти механизмы маршрутизации уже достаточно стабильные потому что 13 next вышел еще в прошлом году на тот момент новый роутинг был заявлен как бета но уже 4 мая этого года он уже был заявлен как релиз то есть использовать его можно не боясь. Но к сожалению есть недостатки недостатки в основном я слышал от моих коллег которые работали с 13 next это то что если маршрутизация стабильна то некоторые другие механизмы не так стабильны как например это кэширование данных а некоторые решения у next в принципе странные это например то что работа с данными на серверной части теперь идет только через функцию fetch которую они заманки патчили добавив в нее свой функционал то есть например использовать axios для 13 next теперь становится сложнее о чем я тут и говорил ну и за скобками я оставил то что в 13 next помимо работы с роутингом поменялся механизмы фетчинга и кэширование ревалидации а также как раз таки добавилась возможность работы с серверными и клиентскими компонентами ну и в самом самом конце я хотел бы привести полезные ссылки для тех кто хочет чуть больше разобраться в теме почитать что-то полезное и первая ссылка это официальная документация на маршрутизацию по nextgs там естественно все рассказано более подробно чем я тут указал вот успели все кто мог сканировать второе это статья freecode.com.org о том как использовать новый роутер в next приложении здесь статья хороша тем что помимо самого роутинга там также вскользь упоминается и новый механизм работы с данными а для тех кто только начинает путь в программировании я в принципе рекомендую сайт freecode.com.org как стартовую позицию и последняя это статья визуальный гайд на роутинг JS13 интересна она тем что там все примеры роутинга сопровождаются гиф-анимациями которые визуально показывают что же у нас меняется если мы добавляем папки добавляем файлы перемещаем их и так далее ну и на этом у меня все спасибо большое за внимание жду ваших привет спасибо за доклад подскажи пожалуйста в проде вы используете уже 13 next еще раз можно что используем вот я же показывал показывал схему проекта я сказал что это это мой текущий проект над которым я работаю то есть я в качестве эксперимента его скажем так решил использовать но мне так понравилось что решил об этом рассказать хорошо спасибо и второй вопрос вот по вложенности layout например мы можем в ниже лежащих компонентах отменить действие layout нет не можем четко ну такая иерархия мы можем только перестроить саму систему маршрутизации так чтобы верхний layout не затрагивался здесь ограничения спасибо большое за доклад есть такой вопрос если вы использовали данный подход в проде какими сайт менеджерами пользовались или вообще вы попробовали это потестить потому что фич его невозможно адекватно с кэшем работать да я видел что граф келли выкладывал какие-то типа ой apollo граф келли выкладывал какие-то доки в бете которые могут адекватно с кэшем работать но в итоге я не нашел нормальных гайдов плюс я видел после пртк query говорить сам разработчик главный говорил что вообще никогда не используйте данное решение потому что оно до сих пор в бете хотя андекс говорит что она уже не в бете а в проде у нас есть хитрость с тем проектом который я сейчас использую он как бы по сути он клиентский то есть он это дашборд с множеством вложенностей различных страниц в которых нам не важно что мы это рендерим на сервере и поэтому в качестве стейт менеджера я не использовал честно говоря вообще ничего я использовал use query то есть за счет use query который может кэшировать запросы данных и мутации которые он эти данные изменяет мне этого было достаточно чтобы между страницами эти данные у меня были валидными я их мог изменять в принципе этого было достаточно для маленьких интерфейсных решений там не знаю состояние открытости списка достаточно просто встроенного механизма реакта было ну я как понял вы взяли на инициативе новый подход потому что он не дает никакого преимущества потому что так стеряет ну в этом видите в этом преимущество того что мы возможно разрабатываем вп решение что можно иногда просунуть какой-нибудь эксперимент заказчику и он это не заметит чтобы меньше вольтплей это писать ну да 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 чтобы попробовать привет я здесь а вижу спасибо за доклад перестал работать с next в октябре 22 года поэтому было очень интересно у меня такой вопрос как последователя TypeScript по поводу вот этих вот вложенных роутов я к сожалению забыл их название который через собачку пишется параллельно который используется как слоты внутри лояутов есть ли какая-то типизация какие-то линтеры для того чтобы не упускать вот эти вот моменты есть нет но тут там же схема там есть встроенная типизация которая просто говорит что этот слот он либо есть и тогда это просто условно реакторский элемент либо его нет это undefined вот как раз в примере с модалкой там это и работает что мы просто передаем props model если его нет ну он его значит не рендерит если он есть он его показывает то есть в коде это не подсвечивается в коде нет я понял спасибо еще одно спасибо за доклад пока слушал сейчас разрабатываем nxt 12 очень много думал о том чтобы перейти там у нас вечные споры ну вот то что ты рассказал касательно именно сложной маршрутизации и параллельные роуты и интерцепторы тебе не кажется что это не проблема роутера в целом ну то есть говоря про интерцепторы мы можем просто взять два компонента и там думать о том когда и как когда и как их рендерить и если говорить о том что преимущество в том что там у нас есть error boundary встроенный который мы не напишем или там suspense то это кажется как-то зыбким каким-то аргументом потому что ну в целом это можно сделать хоками каким-то и так далее разобраться с этим то же самое с интерцепторами потому что ну на большом проекте выглядит так что это какая-то неочевидная логика как и для разработчиков ну то есть условно если ты видишь в проекте роут в котором там не знаю 10 уровней вложности вверх подниматься и там не знаю сколько там этих двоиточек написать так и для юзера то есть я думаю что я больше чем уверен что будут кейсы когда там ну вообще вот история даже твой пример с модалкой он кажется мне странным почему мы передаем эту историю на роутинг если это просто модалка вот я этого не понимаю второе какое поведение будет вот если мы говорим про роутер интерцептор если допустим пока я переходил на страницу у меня там оборвалось соединение я там перезагрузил страницу я окажусь не на перехваченном прямой запрос возвращает вот и как будто бы это какой-то овер инженеринг и как будто бы ну то есть я вижу здесь дополнительные сложности когнитивные для разработчика и неочевидность в юзер экспириенсе то есть человек там ну просто не понимает что он там окей я переходил по этой ссылке видел один контент теперь обновил страницу вижу другой контент и почему так вот такие вот вопросы спасибо ну я постараюсь так как сказать обширно и философски ответить я не зря привел в начале примеры роутинга именно механизмов 12 версии это то что они в 13 их сильно не поменяли они остались то есть в принципе мы можем продолжить писать как мы хотим обновиться воспользоваться частью новых фишек а частью других фишек не пользоваться вовсе то что они утаскивают какие-то мелочи в роутинг вот вы сказали что саспенс там вручную писать но вот в этом как раз и фишка что а теперь не надо вручную его писать теперь он у нас как бы в логе мы хоть немного но разгружаем простое описание больше концентрируемся на бизнес логике то же самое с модалкой то есть ну как минимум параллельный маршрут да усложняет эта концепция действительно она новая и даже я могу сказать что это непривычно для меня как для реактора разработчика мысли теперь маршрутами а не вложенностью компонентов и стоит там например но как например эту модалку мы теперь можем делать стоит вообще не используя его нет у нас есть просто переходы и здесь очень много фишек но основная у меня нет посыла сказать что на 13-ый next надо переходить прямо сейчас и срочно а то что на него можно переходить безболезненно и пробовать то что в нем есть у меня такой мне два вопроса вот вы говорили вот про модалку как раз что ссылка одна и та же она и для модалки и для страницы а код мы там дублируем получается нет у нас у нас есть мы же сделаем два компонента один компонент это скажем основная страница второй компонент это эта страница если ее перехватить а дальше поведение у нас такое что если мы внутри я не знаю стоит ли мне вернуться к коду но основная же там фишка в том что отлавливается вызов именно внутри сейчас внутри маршрута который мы сделали сейчас вот у нас здесь есть компонент link который на на эту страницу переходит и если мы добавляем внутрь feed перехватывающий маршрут то как раз таки вот этот переход будет перехвачен а обычные они так останутся кода здесь нет никакого это просто типа встроенное поведение next там новое ну я ответил на вопрос или как-то да и еще вот такой вопрос получается лейаут мы где-то там вверху располагаем и у всех дочерних элементов получается применяется этот один лейаут ну как дерево да то есть у него остается часть пейдж-контента этот пейдж-контент потом можно занять еще одним лейаутом который еще часть пейдж-контента вернет и так далее и так далее а на каком-то этапе можем пейдж-контент вообще не выдавать то есть закрыть его спасибо привет спасибо за доклад у меня два вопроса первый я так понял у вас был переезд с 12-го next-а на 13-й насколько он был болезненным или безболезненным как приняла эта команда и второй почему вы выбрали именно сервер-сайт рендеринг возможно у вас были какие-то причины например у пользователя был плохой интернет и у вас приходили большие баррелы или еще по каким-то другим причинам начну отвечать так во-первых мы не переходили на 13-й next то есть у нас просто был проект на 12-м мы его закончили а новый сразу начали на 13-м с нуля второе команда относится очень положительно потому что в составе команды фронтенда я и все в плане сервер-сайт рендеринга как бы для сайта нашей компании это было нужно там важна была скорость здесь же мы приходим к тому что здесь начинаются немножко уже бизнесовые решения в том плане что нам просто нужен был фреймворк на котором будут работать все в нашей компании чтобы их можно было заменять и next в этом плане хорош тем что его можно просто поставить и начать на нем и он уже будет давать преимущество даже если он вам прям критически не нужен вот как-то так то есть он просто хорош для разработки мне показывает что время закончилось все все спасибо большое